С каждым годом на улицах столицы все реже и реже встречаются дети по прошайке и бездомные подростки. На это есть несколько причин. Первая – активизация социальных служб города. Несколько раз в месяц сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних проводят рейды совместно с милицией. Цель – поиск и оказание помощи беспризорным и безнадзорным детям. Если безнадзорно, то мы ищем родителей, сообщаем родителям, и начинаем работать уже с этой семьей, с психологом социальной реабилитации. Если нет родителей, то попадают в приемник-распределитель. Если они попадают к вам, то дальше что с ними у вас происходит? Если они попадают к нам в приют, то мы работаем с детьми, у нас психологические программы, работаем также с родителями на семейные консультации. В основном рейды проходят по Комсомольской площади, известной на всю столицу своим контингентом. Здесь подростки и живут, и зарабатывают на жизнь, попрошайничеством и воровством. Отправку в приют многие воспринимают как отдых, поездку в санаторий, где о них будут заботиться, кормить. Основной функцией реабилитационного центра является психологическая работа с детьми. Социальная реабилитация подростка, чтобы он учился в школе, чтобы не курил, не пил, вел здоровый образ жизни, чтобы думал о своем будущем, помогал родителям. Но если ребенок против, то согласно конвенции о правах несовершеннолетних, сотрудники не имеют права забирать его с улиц. И вести статистику по таким детям очень сложно. Они перемещаются по всей столице. Причем у многих достаточно серьезные основания для того, чтобы променять дом и родителей на такие условия проживания. Когда лето, они живут на улицах. Зимой они по подъездам, по заброшенным домам здесь в районе живут. Много разных детей у нас. Бывает из неблагополучных семей. Бывают сами дети неблагополучные, когда родители сами не справляются с родительскими обязанностями и просят нас забрать к себе в приют на социальную реабилитацию. В этом году сотрудники реабилитационного центра провели уже более 700 рейдов. За весь прошлый год – 1225. Результат – сотни спасенных детских жизней и несколько десятков воссоединившихся семей. Полина Рылова, Александр Логинов, Москва. Телевидение. Центральный округ.